В последнее время в научных кругах все чаще поднимается вопрос заморозки тела человека. И хотя на сегодняшний день медицина все еще не знает, как вернуть замороженного человека к жизни, в мире существует немало интересных историй, которые подтверждают, что такой способ продления жизни действительно возможен. В этом выпуске мы покажем вам девушку, которая замерзла на высоте более 10 километров и выжила, а также мужчину, пребывавшего в состоянии гибернации более трех недель. С вами канал ТОП ХАЙП и сегодня мы расскажем вам о 10 людях, которые были заморожены во времени. Погнали! МИЦУТА КАУЧИ КОСИ 35-летний МИЦУТА КАУЧИ КОСИ пропал без вести 7 октября 2006 года, после того, как поехал с друзьями на пикник на гору Роккё. Мужчина решил прогуляться вниз по горе, вместо того, чтобы спуститься на фуникулёре вместе с остальными, но по дороге он заблудился, поскользнулся, сломал тазобедренную кость и в конечном итоге потерял сознание. При этом, как говорит сам пострадавший, потеря сознания произошла очень странным образом. Я очень устал. Лёг на мягкую траву под ярким солнцем и постепенно с удовольствием провалился в очень глубокий сон. Больше ничего я не помню. Спасатели нашли УЧИ КОСИ только через 24 дня, 31 октября. У него практически не было пульса, его органы не функционировали, а температура тела составляла 22 градуса Цельсия. По данным медиков, обмен веществ в его организме практически полностью остановился. Тем не менее, он выжил, проведя более трёх недель в холодных условиях, без пищи и воды. Врачи были удивлены данным инцидентом и стали считать его первым зафиксированным случаем человеческой гибернации. Другими словами, организм УЧИ КОСИ отключился и медленно впал в энергосберегающее состояние. Дэвид Блейн 27 ноября 2000 года Дэвид Блейн решил установить рекорд по пребыванию человека во льду. Шоу транслировалось в прямом эфире, а само действие происходило в Нью-Йорке, на Таймс-Сквер. Первые сутки в ледяной глыбе Блейн выдержал относительно спокойно. Однако на вторые сутки возникла проблема. Лёд внутри ниши начал таять. Чтобы не сорвать шоу, куб стали посыпать колотым льдом и поливать специальной охлаждающей жидкостью. На третий день пребывания во льду Блейн начал терять сознание. Датчики, закрепленные на его теле, показывали сбои в дыхании и изменения работы сердца. Было срочно принято решение прекратить шоу. В итоге был установлен новый мировой рекорд. Три дня, пять часов, шестнадцать минут в ледяном кубе без еды и питья. Если вам кажется, что для того, чтобы оказаться замороженным, человеку необходимо быть на земле или как минимум в воде, то вы ошибаетесь. В феврале 2007 года 35-летняя парапланеристка Эва Весньерска замёрзла прямо в воздухе во время полёта в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Эва готовилась к чемпионату мира по парапланеризму. Как вдруг погода начала резко ухудшаться? Разбушевавшийся ветер сбил её с пути и засосал в облака. Спустя несколько мгновений она резко полетела вверх. В итоге всего за 15 минут она оказалась поднятой с высоты 760 метров до 9946 метров. Она потеряла сознание, когда температура упала до минус 50 градусов по Цельсию. На такой высоте ей попросту не хватало кислорода. Примерно через час она пришла в сознание, но не смогла сконтролировать свой планер, потому что её руки онемели, а перчатки покрылись льдом. В это время она летела на высоте 6900 метров и вскоре была снова затянута в облака. В конечном итоге ей удалось приземлиться в 64 километрах от её отправной точки. К моменту приземления Эва была практически полностью покрыта льдом, однако к удивлению врачей не получила необратимых травм, за исключением обморожений. Эва провела всего час в больнице, прежде чем её отпустили домой. Анна Богенхольм Однажды врач-рентгенолог Анна Богенхольм каталась на лыжах с двумя коллегами в скандинавских горах Норвегии, когда она упала в замёрзший ручей. Её голова оказалась под водой, а ноги над поверхностью. Коллеги пытались выточить её, но безуспешно. Девушка застряла между камнями, а над её головой сомкнулся лёд. К счастью, Богенхольм обнаружила подо льдом воздушный карман. Тем не менее, она продолжала медленно погружаться в воду. В течение 40 минут девушка пыталась выбраться самостоятельно, но безуспешно. Затем силы попросту её покинули. Помощь прибыла спустя 40 минут. Оставались считанные минуты до того момента, как её тело полностью погрузилось бы в лёд. Она не дышала, её сердце не билось. Температура тела была невероятно низкой – 13,7 градусов Цельсия. К тому моменту времени никто из людей никогда не переживал такой низкой температуры тела. Врачи подключили Богенхольм к аппарату искусственного кровообращения. Кровь откачивали из её тела, нагревали, а затем снова закачивали внутрь организма. Так продолжалось до тех пор, пока на следующий день у женщины не забилось сердце. Она вышла из комы спустя 12 дней после аварии. Она перенесла повреждения нервной системы, из-за чего восстанавливалась почти целый год, но в конечном итоге полностью выздоровела, что не может не радовать. Бэк Уизерс 49-летний Бэк Уизерс замёрз и едва не погиб во время неудачной попытки восхождения на Эверест. Прежде чем отправиться в Гималайи, Бэк перенёс операцию по коррекции близорукости. Когда он поднялся на большую высоту, форма его роговицы резко изменилась, из-за чего его зрение ухудшилось. Горный гейт Роб Холл стал отговаривать Бэка от дальнейшего восхождения и посоветовал ему подождать, пока он не вернётся с вершины. Уизерс спускался с горы вместе с товарищами, когда внезапно разыгралась сильная метель и сбила его с пути. Уизерс потерял правую перчатку, и его рука вмиг анимела. Вскоре его настигли гипотермия, а также гипоксия. На следующее утро альпинисты обнаружили тело Уизерса в снегу. Его рука и лицо были покрыты льдом. Он пребывал в гипотермической коме, которая обычно является последней стадией перед смертью. Альпинисты подумали, что Уизерс был мёртв, и бросили его. Тем не менее, горный гейт и врач наведывались к нему в течение следующих 24 часов, и Уизерс пришёл в себя. Он получил сильное обморожение, но в итоге выжил. Джин Хиллиард Джин Хиллиард возвращалась к друзьям на машине, но из-за плохой дороги и сильного ветра не справилась с управлением. В итоге машина упала в кювет. На улице бушевала снежная вьюга, а температура была около минус 25 градусов по Цельсию. Оценив ситуацию, девушка поняла, что помощи в такую погоду она сможет просто не дождаться. Джин решила дойти до дома друзей пешком, хотя расстояние было неблизким – около трёх километров. Практически дойдя до порога, она потеряла сознание от изнеможения. Девушку обнаружили лишь на следующее утро, спустя 6 часов. Джин сразу же госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи с трудом обнаружили слабый пульс и начали постепенно согревать тело. К их удивлению, спустя всего 5 часов Джин проснулась и попросила стакан воды. А через несколько недель будущий полностью здоровой выписалась из больницы. Эрика Нортби Поздней ночью 23 февраля 2001 года годовалая Эрика Нортби выползла из своего дома в Эдмонтоне и оказалась на морозе. На ней были только футболка и подгузник, которых, естественно, было недостаточно, чтобы защитить от температуры в минус 24 градуса по Цельсию. Спустя несколько минут Эрика окоченела. Её мать Лейла проснулась около 3 часов утра и была удивлена, что Эрика не плакала и не просила еду. Лейла искала ребёнка по всему дому, однако Эрики нигде не было. Затем мать выбежала на улицу и вскоре нашла её в снегу. К этому моменту ребёнок находился в снегу более 4 часов. Лейла осторожно накрыла Эрику одеялами, боясь сломать замёрзшие конечности. Прибывшие на место медработники и полиции отвезли Эрику в больницу. Врачи собирались подключить Эрику к аппарату искусственного кровообращения, который согрел бы кровь ребёнка. Однако, к удивлению медиков, сердце ребёнка начало биться без их вмешательства. Эрика проснулась спустя 24 часа. Джастин Смит В начале 2015 года Дон Смит обнаружил замёрзшее тело своего 26-летнего сына, Джастина Смита, на обочине, неподалёку от их дома в Пенсильвании. В ночь, когда произошёл инцидент, Джастин был на встрече со своими друзьями. Джастин покинул товарищей примерно в 9 вечера. Он направлялся домой, когда внезапно потерял сознание. Парень всю ночь пролежал в снегу при температуре воздуха около минус 20 градусов по Цельсию. Отец отправился на поиски сына после того, как стало понятно, что ни один из друзей Джастина не знает, где он. Дон обнаружил своего сына на следующий день в 7.30 утра. Прибывшие на место происшествия полицейские, парамедики подумали, что Джастин был мёртв. Более того, Дон позвонил своей супруге, чтобы сообщить, что их сын погиб. Тем не менее, парамедики сделали Джастину искусственное дыхание и отправили его в больницу, где из его тела выкачали кровь, насытили её кислородом и вернули обратно. Джастин очнулся спустя 15 дней пребывания в коме. Этот парень выжил. Стелла Бёрнсон 25 декабря 2010 года 7-летняя Стелла Бёрнсон оказалась замёрзшей в океане на западном побережье Швеции. На момент обнаружения температура её тела составляла всего 13 градусов Цельсия. В тот день Анна нарисовала на карте воображаемое сокровище и решила отправиться на его поиски. Температура на улице была около минус 12 градусов. Через некоторое время родители поняли, что их ребёнок пропал. Вместе с соседями они сформировали поисковую группу. Отец Анны, Питер, обнаружил её следы на заднем дворе их дома и проследил их до утёса. Было очевидно, что девочка упала с него, однако встала и продолжала путь к берегу. Спасатели и береговая охрана также подключились к поискам пропавшей девочки. Один из вертолётов заметил её в воде. Спасатели срочно доставили девочку в больницу. Сердце Анны не билось. Тем не менее, врачи продолжали согревать её тело. И спустя несколько часов её сердце снова начало биться. А через 12 часов она пришла в себя. Правда, всего на мгновение, после чего снова отключилась. Спустя две недели девочка уже могла говорить. А спустя пару месяцев полностью восстановилась от того случая. Ну а в комменты напишите, какая у вас была самая экстремальная температура тела. А также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.